Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодняшняя лекция называется «Бронхиальное и альвеолярное дерево». Расскажу, что это лекция для студентов Министинского института первого курса по дисциплине «Анатомия человека». Вот перед нами схема, похожая на фотографический препарат. Она взята из учебника немецкого, автор Липперт. И мы здесь видим, как на самом деле разветвление трахеи. И оно напоминает структуру по типу ветвящегося ветвей у дерева. И поэтому мы легко представим себе самое начало этого ветвления, два главных бронха, долевые бронхи, сегментарные бронхи. Но подобное же можно увидеть на препаратах, тем не менее представить себе мелкие бронхи гораздо труднее. Здесь то же самое изображение сзади по сравнению с предыдущей картинкой. И вот перед вами сейчас голотопия бронхов. Видите, так достаточно наглядно представить себе, как главные долевые бронхи располагаются. В качестве таких явных преимуществ данного изображения хочу привлечь ваше внимание к тому, что правый главный бронх, бронхус принципалис декстра, видите, он идет почти вертикально, а левый главный бронх идет почти горизонтально. И правый главный бронх короче, а левый главный бронх длиннее, почти в два раза. Мало того, такая интересная вещь, заметная особенно при таком рисунке, что от правого главного бронха отходит верхний долевой в таком направлении вверх и в наружную сторону, а при этом словно бы продолжение главного праводолевого бронха идет вниз и латеральной, только потом уже делится на свои окончательные две ветви, на бронхус лобарис медиус и бронхус лобарис инфериор. Вот, картинка очень удобная для того, чтобы представить себе реальное взаимоотношение крупных бронхов на поверхности грудной клетки. Здесь перед нами поперечное сечение трахеи. Мы можем представить себе, что это типичный полый орган, который имеет одну принципиальную особенность, обозначенную номер три, картиляго трахеализ. То есть здесь вставлен дополнительный слой, который отличает его, скажем, от кишечника, от каких-то других полых органов и обеспечивает просто большую такую прочность, препятствие к спадению случайным трахеям, никогда в норме не спадает. Ну и вот теперь я, собственно, взял картинку из учебника Михаила Романовича Сапина, чтобы теперь мы подробно могли рассмотреть бронхиальное и альвеолярное дерево. Но, наверное, вы согласитесь со мной, что не так легко это все тут сразу понять. Тем не менее, уже на этой картинке можно посчитать, сколько же порядков ветвления будет у бронхиального и альвеолярного дерева в совокупности. Здесь изображено 22 порядка ветвления внизу, и последнее, уже 23-й, это то, чем все закончилось. Теперь, для того, чтобы с этим разобраться более подробно, давайте с вами это последовательно нарисуем. Нарисуем то же самое. Итак, я изображаю и последовательно подписываю каждый порядок ветвления. Мы начинаем с трахеи. Она, поскольку это заголовок бронхиальное и альвеолярное дерево, то она обозначена порядком ноль. И трахея делится на два главных бронха. Ну, тут вот они не так точно отображены, как, допустим, на картинке, где мы голотопию бронха просматривали. Но я просто перерисовывал один к одному учебник Саппина здесь, поэтому вот никаких изменений не вносил. Здесь бифуркация без соблюдения строгой топографии показана. Итак, бронху спринципались. Какой порядок ветвления? Первый. Затем каждый главный бронх делится на долевые бронхи. Бронхус лобарис. Долевые бронхи. И количество долевых бронхов отличается справа и слева. Мы это должны знать, но здесь перечисления это вводить не будем. Затем каждый долевой бронх имеет третий порядок ветвления. Бронхус сегментарис. Теперь вот мы изобразили сегментарные бронхи номером 3. И на что делятся сегментарные бронхи? Как называется четвертый порядок ветвления? Это бронхус суба сегментарис. А здесь видите написано 4,14. То есть на самом деле субсегментарных бронхов много порядков. И это количество этих порядков не постоянное. Они индивидуальные. И вот они многократно дихотомические. То есть 1 делится на 2 вплоть до 10 последовательных ветвлений. И видите там показано вот 5,15 на картинке. И смотрите это пунктирная линия нарисована. Просто для того тоже чтобы стрелочка от пятерки идет в пунктирной линии. Для того чтобы продемонстрировать что реально это очень тонкие уже образования. На уровне 13-14 порядков ветвления. Их диаметр крайне незначительный. И наконец пятнадцатый порядок ветвления это бронхус лобулярис. Посмотрите лобулярис обозначено жирным курсивом. Почему? Ну для того чтобы подчеркнуть и не было путаницы с бронхус лобарис. Лобус доля крупная. Вставляет половину или одну треть от легкого. И лобулярис, дольковый бронхус, лобулюс, долька. Долька легкого это совсем мелкая структурно-функциональная единица, которая видна на поверхности легкого. Она очерчена в виде такого основания приблизительно 1 квадратный сантиметр в диаметре, обычно призматической формы. То есть она несоизмеримо меньше, чем доля. И в каждом легком можно насчитать до тысячи долек. Итак, бронхус лобулярис. Обращаю ваше внимание тоже, что он называется бронх. Бронхус по латыни. И теперь номер 16 появилось обозначение. Да, смотрите. Что же будет в 16? Вы скажете, как-то странно диаметр меняется. Да, для того чтобы посмотреть на это уже в существенно увеличенном виде. И называем теперь это бронхиола терминалис. Мы выбрали это жирным курсивом опять оба слова. И давайте проанализируем, что значат эти слова. Во-первых, это не бронх, а бронхиола. Какой причиной вызвано изменение этих названий? Бронхиола терминалис. Это обусловлено тем, что в отличие от бронха, который, скажем, 15-го порядка дольковый, тоже сопоставим по диаметру. Он небольшой. У бронхиолы исчезла в стенке хрящевая составляющая. Хряща у бронхиолы в стенке нет. И поэтому, в отличие от бронхов, бронхиолы могут спадаться. Точнее, они могут спазмироваться в результате сокращения мышечной оболочки. И их просвет, но существенно уменьшается или может пережаться полностью при каких-то патологических ситуациях. Например, связан с бронхиальной астмой. И в таком случае, возможно, приступы удушья. Итак, бронхиола, а не бронх, подчеркивает, что есть существенная разница в строении стенки бронхиолы исчезает хрящ. Следующее название терминализ, как переводится, конечная. Конечная бронхиола, то есть она что-то заканчивает. Она завершает собой бронхиальное дерево. То есть на ней бронхиальное дерево закончится. А что начнется? А начнется то, что вот сейчас я синюю черту провел, такого же цвета, как написано альвеолярное дерево. Все, что ниже этой черты, это будет относиться к альвеолярной. Название альвеолярное дерево связано с наличием на стенке выпячиваний под названием пузырек, альвеола. И вы видите на этих схемах, вот, и стенки такие выросты. Собственно, эти выросты и обеспечивают возможность газообмена. И поэтому название у них уже бронхиола респиратория. Дыхательная бронхиола. Возможность по мере движения воздуха в этих трубчатых системах сразу осуществлять газообмен из содержимого бронхиолы и тем, что вокруг. А вокруг там альвеол многочисленные капилляры, относящиеся к малому кругу кровообращения. Вот это обеспечивает насыщение крови кислородом, процесс оксидинации. Очень важно, что бронхиола респиратория с таким названием существует, видите, несколько порядков. 17, 18, 19, три порядка последовательно ветвятся и называется бронхиола респиратория. И теперь, после того, как три порядка бронхиола респиратория отошли, я, кстати, видите, это не самостоятельный рисунок, я просто нарезал рисунок из учебника Сапина вот на такие фрагменты. Мы просто их последовательно, шаг за шагом с вами разбираем, перечисляем, это помогает просто понять каждый этап ветвления. Итак, что будет после бронхиола респиратория? Начинается дуктус альвеолярис. Дуктус значит проход, но проток, если там что-то течет, но здесь просто воздушная среда движется. И дуктус альвеолярис, вот он появился и обозначен тоже три порядка ветвения, с 20 по 21. Вот этот порядок ветвения с 20 по 21, чем визуально, смотрите, отличается от предыдущих 17-го, 17-го, 19-го? То, что в респираторных бронхиолах, в отличие от протока, были участки, стенка которых альвеол не содержала, они были, но как бы такими, в том числе, ровными. А те, которые ниже, они содержат эту совокупность альвеол на всем протяжении. И, значит, интенсивность газообмена в дуктус альвеолярис, да, возможно, более выраженная. Значит, еще разок, давайте голубым цветом вот это проанализируем. Все, что сейчас мы нарисовали с 17 по 22 порядок ветвения, там везде есть альвеолы, поэтому это альвеолярное дерево. И раз есть альвеол, то возможен газообмен. Но чем дуктус альвеолярис отличается от бронхиолы? Количеством альвеол на стенке. В дуктус альвеолярис их намного больше, и, значит, газообмен здесь гораздо более интенсивный. И, наконец, чем все закончится? Вот последний, 23 пункт, 23 пункт тупиковый. Вот непосредственно уже за пределы саккулюс альвеолярис воздух никуда не пойдет в нормы. Никуда не пойдет. На наших препаратах кое-где вы видели небольшие повреждения поверхности легкого, и тогда нетрудно догадаться, что воздух будет из таких саккулюс альвеолярис выходить за пределы поверхности легкого, значит, выходить в плевральную полость. Сформируется пневмоторакс, патологическое состояние, которое в разных обстоятельствах может быть, в том числе, допустим, при гнойном расплавлении или туберкулезном расплавлении части паренхима легкого, когда, соответственно, воздух из саккулюс альвеолярис можно выйти в плевральную полость. И к чему это приводит? Нередко приводит к тому, что легкое начинает, как говорят, коллабировать. Оно спадается частично или полностью в зависимости от того, насколько обильно проникает воздух в полость плевры, и тогда, соответственно, существенно нарушает возможность осуществлять дыхательные экскурсии, дыхательные движения, а значит, приводит к, ну, такому, как минимум удушью, да, и явно нехватке оксидинации крови. Вот теперь я прямо специально голубым цветом еще вот эти с 17 по 23 порядки ветвления подкрасил, для того, чтобы мы просто на глаз прямо хорошо заметили, что это все, что голубым цветом относится к альвеолярному дереву. И теперь это альвеолярное дерево я вот еще дополнительно такой картинкой комментирую. Смотрите, она представляет собой в самой верхней части вот непосредственно дыхательные бронхиолы, несколько раз ветвящиеся, и мы видим, что в этих бронхиолах альвеолы сначала относительно редко друг от друга располагаются, а в том, чем дистальнее мы смещаемся, тем больше количество таких альвеол на стенке дыхательной бронхиолы. И, наконец, это все заканчивается вот такими мешочатыми расширениями, как саккулис альвеолярис, а на пути к ним ведут непосредственно дуктус альвеолярис, маленькие проходы. Проходы, точнее, здесь было бы так перевести этот термин, хотя он имеет право на перевод и протоки, и проходы. Значит, еще одна деталь, которую важно, чтобы мы понимали, когда смотрим на препарат легкого, что вся поверхность легкого, она, если ее повредить, если ее разрезать, она непосредственно контактирует с чем? Вот с этими наиболее дистальными участками альвеолярного дерева, а именно с дыхательными ходами и с дыхательными альвеолярными мешочками. С альвеолярными ходами и альвеолярными мешочками. То есть, когда вот это разветвление заканчивается, оно заканчивается прямо на поверхности легкого. То есть, вся периферия легкого – это пространство, которое располагается, ну... по отношению к ветвлению бронсиальному дереву, как бы наиболее дистально. То есть, все ветвление берет начало в области ворот, а заканчивается в области... поверхности легкого, то есть, той части, которая покрыта висцеральной плевой. Ну, специально, чтобы нам легче было тут ориентироваться, мы подпишем отдельно. Альвеола пульмоналис, там слишком мелкие обозначения. Бронхиола респиратория. Бронхиола респиратория, несколько раз они ветвятся. Дуктус альвеолярис и сакульс альвеолярис. Вот теперь у нас все это подписано. Нам это лучше различить на комментирующей картинке. Если все понятно, несколько вопросов таких, риторических. Например, вопрос. Чем заканчивается бронхиальное дерево? Уверяю вас, что вы этот вопрос услышите на контрольном занятии. Ну, и мы постараемся, чтобы вы его могли себе задать в наших тестах на ЛМС. Для того, чтобы легче ответить на этот вопрос, я специально тут опять ту же самую картинку вам открываю. И ответ, разумеется, когда картинку перед глазами видишь, но совершенно очевидно, что бронхиальное дерево заканчивается. Бронхиола терминалис. Если мы ставим вопрос, чем заканчивается, то заканчивается терминальной бронхиовой, да? Если она так переводится. Конечная. То, чем заканчивается. Следующий вопрос. Как называется бронх шестого порядка? Вот перед вами все написано. Ответьте, пожалуйста, конкретно. Как называется? Я думаю, как нам лучше построить такие тесты? Мы, наверное, сделаем для этого вопроса вопрос с кратким ответом. Где надо будет впечатать ответ? Я надеюсь, вы напишете правильно вот так. Бронх шестого порядка. Называется бронхус сумба сегменталис. Этот вопрос для того, чтобы пояснить себе, что сегментарные бронхи много раз ветвятся, вплоть до десяти, как мы уже говорили, с сохранением одного и того же названия. Они никак друг от друга не отличаются. И, наконец, следующий вопрос. Что такое бронхиола респиратория? И правильный ответ. Бронхиола респиратория – это начальное бронхиола альвеолярного дерева. На ее стенке располагается альвеолый пульмонализ для гажернина. Теперь очень важный вопрос, собственно, если альвеолярное дерево осуществляет основную функцию легких газообмен, то вот нам нужно с такими картинками разобраться в деталях. Здесь нарисовано альвеолярное дерево и элементы сосудистого русла, которые обеспечивают его аскулиризацию. Давайте разберемся, где что. И вот перед вами сейчас номером один обозначен такой один из пузырьков. Вы можете внизу посмотреть, еще единичку поставил, и еще единичку поставил. Вот их целых три тут. Вот единичка, вот единица, вот единица. Это что такое? Это альвеолый пульмонализ. Это дыхательный пузырек, который организован таким образом, чтобы через его стенку легко могли газы диффунтировать. Переходить туда-сюда. Из просвета бронхиулы куда? В кровь. И наоборот, из крови куда? В просвет бронхиулы. Теперь вот номером два обозначено, двоечка, посмотрите, появляется. Номер два обозначает такие мышечные волокна на стенке этих бронхиулы респиратория. То есть мы понимаем, что сама стенка дыхательной бронхиулы, она как бы многократно вот так перевязана, как веревочками, мышечными волокнами, причем большая часть из них здесь идет циркулярно. И значит в результате сокращения этих мышц может произойти спазмирование стенки. Наверняка вы слышали такой термин, спазм бронхов, он полностью неправильный, потому что не бывает спазма бронхов. Бронхи не спадаются. Они не спадаются потому, что у них в стенке есть хрящ. Хрящ нужен именно для того, чтобы препятствовать спадению. А что же спадается при спазме? Спадаются бронхиулы. Мы говорили, бронхиула отличается от бронхофен, что в ее стенке отсутствует хрящ. И в результате возможность спадения. И вот те приступы удушья, которые испытывают пациенты бронхиальной астмы, они связаны со спазмом бронхио за счет сокращения этих циркулярных мышечных волокон. А какие это волокна? Это скелетные мышцы или гладкие? Конечно гладкие. Поэтому осуществляется это автоматически. Человек рефлекторно испытывает эти приступы спазма. И с ними крайне трудно бороться. Как правило приходится это делать с использованием всякого рода фармакологических средств лекарственных преподавателей. Теперь вот стрелочка номер 3 я обозначил. И в другом месте, ниже номер 3, это ветви артерии бронхиалис, которые распространяются по стенке бронхов. Артерия бронхиалис принадлежит к большому кругу кровопрощения. Артерия бронхиалис нужна для чего? Для того, чтобы питать стенку самого бронха и дальше бронхио. То есть артерия бронхиалис, она довольно длинная, многократно ветвится. И ее роль заключается в том, чтобы снабжать стенку бронхами. И теперь посмотрите фигурную скобку. Я сделал номер 4, обозначил. Что это? Это саккулюс альвеолярис. Причем он здесь вскрыт. И мы видим, что вскрытый саккулюс альвеолярис внутри содержит большое количество этих альвеол, которые примыкают друг к другу непосредственно и, соответственно, могут осуществлять легко газарнию. Но обратите внимание, на всех этих альвеолах, которые фигурной скобкой номер 4 обозначены здесь, они чем-то окружены по периферии, чем-то зеленым. Что это такое? Это многочисленные лимфатические капилляры, которые дальше будут переходить в лимфатические сосуды. И это объясняет, почему у курильщиков в бронхиальных лимфатических узлах огромное количество взвеси, огромное количество пыли, которая потом организуется, но в такие массы, совершенно делающий узел неактивным. Он не способен к биологической функции. Да вообще никакой функции. Это просто со временем у курильщиков с многолетним сажем кусочек угля, который представляет собой сажу, собранную в одном локальном участке. То есть вот все эти лимфатические сосудики, капилляры туда несут эту взвесь, взвесь, которая вместе с дыхаемым воздухом, корпускулярными частицами попадает внутрь лимфатических сосудов. Теперь номером 5 что обозначено? Какой-то более крупный сосуд, голубого или синего цвета, и вот я его в нескольких местах обозначил, это веточки от артерии пульмоналийс. Я хочу подчеркнуть здесь, выделена жирным курсивом артерия пульмоналийс, но я хочу подчеркнуть слово «ветвь». То есть разумеется, мы здесь конкретно смотрим дистальные веточки, одну из многочисленных дистальных ветвей от артерии пульмоналийс, которые содержат дезоксигенированную кровь, и эти веточки принадлежат к малому кругу кровообращения. Малый круг кровообращения именно предназначен для газообмена, и вот как раз такую функцию ветви артерии пульмоналийс на данном рисунке выполняют. И теперь следующее номером 6, обозначенная, вот она вверху, номером 6, стрелочкой я показал, да, это ветвь вена пульмоналийс, которая содержит уже оксигенированную кровь и принадлежит к малому кругу кровообращения тоже. И вот это вена пульмоналийс, ну здесь нарисовано какого-то слегка фиолетового цвета, да, или темно-красного, иногда ее прямо алой изображают. То есть цветом этих сосудов, ну, нет жесткой такой закономерности, их по-разному отображают на разного рода схемах, но мы понимаем, что эта кровь именно оксигенированная кровь. Это очень важно. И теперь давайте сформулируем особенности кровообращения в легких. В легких присутствуют сосуды двух кругов кровообращения, большого и малого. Большой круг, он представлен, вот эти две буквы R, это значит рами, во множественных числах, рами, бронхиалис, которые отходят от артерий интеркосталий споттериоры, с ветвей грудной аорты. Эти сосуды служат для артериального снабжения стенок бронхов и бронхиалов. И вот я использую опять картинку из учебника Липперта. И видите, мы смотрим на трахею и бронхи сзади. Вы узнаете номер один, что это трахея, потому что вот это ее парсмембранация, такая часть, где кольца отсутствуют. И смотрите, прямо по ней проходят веточки номер три. Это веточки, есть рами бронхиалис. На самом деле эти ветви являются дочерними от вот этих сегментарно расположенных номер шесть, артерий интеркосталий споттериорис. Их много, да, этих артерий межреберных, которые идут сзади по межреберью. И вот значит, то, что перед нами, номером три обозначены рами бронхиалис, они сопровождают каждое ветвление. Сначала главных бронхов на долевые, потом долевых на сегментарные и так далее. И сколько ветвятся, столько и питают стенку бронхов. Второй – это малый круг. Ветви артерии и вена пульмоналис. Вот они являются здесь сосудами, приближающими к малому кругу. Легочные артерии снабжают легкие, венозной, дезоксигенированной кровью из правого желудочка. Легочные вены возвращают в сердце, а именно в левое предсердие, и оксигенированная кровь после газообмена вальвеолах. Наверное, здесь стоило бы добавить, что количество легочных вен суммарное 4. Два из левого легкого, два из правого легкого, и они впадают непосредственно в левое предсердие, также с двух сторон. Ну, и вот напоминаю еще раз вам картинку, которую мы с вами рассматривали в предыдущем слайде. Вот здесь можно найти все эти сосуды, которые относятся к большому кругу, и к малому. Вот это так называемый коррозионный препарат, бронхиальное дерево, да? И альвеолярного здесь нет. Ну, по двум причинам. Первое, потому что ну, альвеолы совсем маленькие, да? И что просто невозможно вот так на макроскопическом уровне, чтобы они в неповрежденном состоянии сохранились полностью. Вот тут, наверное, это не более, чем ductus alveolaris могут быть самые дистальные веточки или какие-то дистальные части бронхиолореспиратория. Но бросается в глаза, что детвление чрезвычайно многообразное, да? Скажем сразу, что это вот натуральный препарат, но это препарат коррозионный, значит, сначала трассею, а потом в главной бронхи просто ввели такую затвердевающую массу, обычно полимеры пластические, и потом легкое поместили в агрессивную среду, например, в серную кислоту. И все мягкие ткани при этом растворились, а то, что было инъецировано в бронхи, оно вот заполнило все-все-все пространство, и мы в результате видим слепок. Здесь никакой ткани нет. Вся ткань легких была биологически, так скажем, уничтожена в агрессивной серной кислоте, а вот относительно того, что составляет бронхиальное дерево, мы здесь видим достаточно хорошо многократные, многочисленные ветвления, даже если вы поставите себе задачу посчитать эти 10 порядков ветвления субсегментарных бронхов, но это будет явно нелегко, но тем не менее нам легко себе представить здесь, что на самом деле ветвление всех этих бронхов идет от области корня легкого к периферии, к области, где поверхность легкого непосредственно будет покрываться листеральным левым. Ну вот, когда мы понимаем важность всего этого, вот вам для сравнения другое изображение легких, да, мы с вами только что видели препараты и говорили, вот это легкое, человека, который не курил, а вот этот курил явно, да, здесь видите тоже сами сигареты изображены вот некоторые более темного цвета на срезе, да, если вот сигарету зажгли, а потом потушили, это сажа всегда остается на кончике, вот это все никуда не исчезает, мы с вами видели многочисленные лимфатические сосуды, которые оплетают альвеолы, это неизбежно все попадает в интерстицию и, соответственно, откладывается там по периферии долик и дальше проникает в лимфатические узлы. Делаем выводы и, соответственно, воспитываем себя, воспитываем пациентов. Пока это не покажешь, часто до конца невозможно представить всю мерзость, которую организм получает в старии каждом процессе затяжки курильщика сигарет. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... следует... ...